Прошло чуть меньше года с того времени, как все заговорили о парне, которого Азербайджан объявил в розыск. Всем привет! Вы смотрите программу Параллели и сегодняшний мой гость – видеоблогер Влад Мага. Давай начнем с самого первого ролика, который мне попался. Это было твое обращение насчет помощи, насчет того, что твоя жизнь подвергается опасности. Что ты расскажешь насчет этого? Как это вообще произошло? Возле стенки, то, что я сидел, такой 30-секундный ролик с таким вот лицом, да? Это было на самом деле интереснее, чем люди думают. После выхода ролика про Азербайджан я узнал новости о том, что меня ищут. Первая новость, вообще первое, что я узнал – я сижу дома, мне звонят и говорят, что в Турции, в Стамбуле, в аэропорту сняли журналиста прям с рейса, завели в некий кабинет и спросили про меня, знают ли они Владислава Масесова, кто он такой и кто такой Лапшин. Ну, то есть никто, а какая связь между нами? Я такой – Турция, самолет? Смешно, я же просто блогер, я же просто брать. О чем вы говорите вообще? Потом уже пошли новости глубже. Вот самый этот ролик начался с того, что я узнал о том, что мне нужно уехать из страны. Позвонили, предупредили, я уехал из страны, но я ехал через Москву. В тот момент отца не было в Москве, к примеру, я хотел через отца, но его не было. И я приезжаю к товарищу, и мне товарищ говорит, ты без связи, сейчас будешь двигаться на авто, а если тебя перехватят, если тебя убьют? Я такой – да не, расслабься. Он говорит – запиши ролик. Типа, если через три дня тебя не будет, чтоб тебя искали. Я такой – да не, ерунда. Потом, блин, это же идея, это нужно сделать. Ну и мы у него дома, мы так смеялись. На самом деле, если сохранились первые записи этого ролика, я там сидел, матерился, смеялся. Я говорю – так, давай по новой. Говорит – сделай серьезное лицо. Такой – да, да, да. Ну было такое истерическое состояние, потому что не понимал, что делать. И сижу, и такой – если через три дня. И да, да, и вот так – сделай серьезное лицо. Такой – сейчас. Через три дня, если я не выйду на связь, значит, со мной случилось что-то плохое. Если что было. Но паранойя была прям максимальная. К окнам не подходили. Мотоцикл проезжает, мы на него смотрим. А вдруг сейчас будет кень-кень-кень. То есть вот такое вот состояние было. Когда эта паранойя закончилась? Спустя где-то месяц проживания в Армении. То есть люди здесь подходили, да, и говорят – Влад, здесь ты в безопасности, красава. Но оборачивайся. Они и сюда могут приехать. И я такой – ну спасибо. Захожу в отель, такой – как, ну подхожу, так, снайпера нет. То есть через месяц. А как произошло так, что ты решил вообще переселиться сюда с концами? И вся эта история закончилась. Она закончилась на моменте, когда обновился список, черный список Азербайджана. Мое имя там не было зафиксировано. И я такой – так. То есть они полностью решили забить на меня. Им проблемы не нужны, потому что у них дружба с Лукашенко, и получается гражданин Республики Беларусь, бла-бла-бла. Вопросов ко мне не должно быть. Я выехал сначала в Грузию, прям на три часа ровно. Потом в Россию поехал, смотрю, границы пересекаю нормально. Позже уехал уже в Беларусь. Вот. Но в Беларуси я жить не хотел. Никогда. Я все думал, когда-нибудь подберу себе страну и так далее и тому подобное. А в Армении вот у меня запела душа. И я такой – так, так, так. Но чтобы не принимать это решение, переезд вот в щелчок, я решил по-взрослым уехать, все это обживать, пожить в Беларуси, принять решение и так далее. Поэтому я уехал аж на два месяца. И потом уже сюда с вещами. Я даже туфли взял. Это очень важно. С туфлями – это все, это серьезно. У тебя фамилия Масесов, правильно? Да, да. Почему Влад Мага? Один нерусский я всегда был. Единственный, что в школе, что в университете. И там, за бугром, это смешно. Типа, чурка, нерусский. А Мага – это как Магомед. Ну и как-то меня начали так называть, друзья. Мага, Мага, Мага. Оно прижилось. И осталось. И все. И называть блог Влад Мавсесов, там Масесов, ну это как-то неправильно. Я изначально вообще фамилию не светил. Вообще. Я ее не озвучивал нигде. То есть вот когда пошли проблемы с Азербайджаном и так далее, уже звучала фамилия. А до этого я всегда Мага, Мага, Мага. То есть зрители даже не знали фамилии по сути. Насколько я понял с твоих роликов, история с Азербайджаном – это не единственная такая темная сторона твоей жизни. Там вообще было очень много всего интересного. Расскажешь самые такие запоминающиеся истории или то, что действительно тебя так напугало, и ты такой думал, да не, заброшу я этот видеоблогинг вообще. У меня не было такого, что заброшу. Если что-то был страх, то я одолевали, и потом я это все прожевывал. Какое-то время мне нужно было, чтобы прожевать. Первое, что это космические корабли Байконур. То есть там объект был закрыт, туда нельзя проникнуть. Мы с человеком по степи 50 километров шли в жару, обходили все патрули и так далее. Потом у нас закончилась вода. Обратно мы не смогли бы дойти. Мы пошли и сдались сами. Охране. Охрана такая выходит, говорит, уезжайте, если вас сейчас ФСБ словит вам, вам конец. Мы такие сидим уставшие. Вы не поняли, нам это и нужно. Вызывайте. Они говорят, что? Вы дураки? То есть нас потом ФСБшники где-то 6 часов проверяли, кто мы, что мы, блок. Ну, отпустили, соответственно, понятно. Сказали, больше не появляйтесь. Окей. Ну, вот это был такой небольшой стресс. И то, я не скажу, что я переживал в таких случаях. Для меня, наверное, самое вот такое прям жестко страшное было. Я к высоте отношусь спорно. Спорно, мягко говоря. И вот когда мы были в Чернобыле, там есть вышка 54-этажная примерно, 150 метров и такая старая ржавая лестница. И вот мы по ней, по открытым небу, поднимались. Вот для меня это было... Ох, там такая борьба была. Мы на середине стоим, ветер ждует. Прям ведрище. Я говорю, Влад, все, не надо. Нет, надо дойти. Такой, да, надо. А-а-а. Это паника была. А когда с органами вопросы, еще с чем-то... Не скажу, что я там волнуюсь, потому что я прекрасно понимаю, что там люди. Если я поддам все панике, они это увидят. А у них специфика работы такая, что они видят, жертва начинает скулить, они ее добивают. И я сижу всегда расслабленный такой. А не думаю, что я подготовленный шпион. Ну, то есть, это такая тоже игра. Вопросы, которые у меня возникали с органами. Ну вот, ФСБ была первая. Ну, там еще были истории кое-какие. Я даже не все могу озвучивать, да. Расскажи, пожалуйста, как твоя семья относится к твоей деятельности? Их не пугает то, чем ты занимаешься? Ну, то есть, сейчас вроде как более или менее все спокойно, а до этого, когда случилась вся эта история с Азербайджаном, не только, как они реагировали? С Азербайджаном, когда случилось, волновались все. Очень сильно волновались. Я даже не знаю, насколько. Я не видел даже лиц. Я слышал голос, сообщения читал, да. Но, как у них, что у них внутри, я не могу даже представить. То есть, когда я уехал из страны, Беларусь покинул, у меня не было даже возможности попрощаться. То есть, позвонить даже. Мне нужно было выключить телефон и все, и все. И пропасть. Вот. И меня три дня не было в сети. У меня ролик о том, что если со мной что-то произойдет, они, родители, все были в таком же оповещении, скажем, вот, все, что они знали, это то, что меня нет. И есть ролик, что со мной может что-то произойти. Что у них внутри было, я не знаю. На границе уже с Арменией, мне дали позвонить. Я отцу звоню. Пап, пап, я живой. А, фух, хорошо. Что происходит? Все нормально, пап. Я доехал. Я потом объясню. Ну, дурак, дурак, можно же было выйти на связь? Я говорю, это было очень трудно. Вот такие семейные были. Бэкстейдж семейный. С мамой потом только связался уже, как в Армению приехал, уже всем начал подряд звонить. Волновались. Маму вообще, в принципе, скажем, отдыхать отправил. Поехала по монастырям в Израиль, потому что возле дома, когда начали чертить и крутиться, а я в Армении нахожусь, и все. И я такой думаю, все, я сейчас сорвусь, приеду, буду у подъезда стоять. И понимаю в тот же момент, что меня могут просто забрать сейчас. Да? С этого же подъезда. Какой толк от этого? То есть лучше маму отправить подальше. Хотя я не думаю, что на самом деле там угроза была, да, ей. Но лучше перестраховаться на тот момент. Когда ты понял, что на тебя свалилась прям такая слава? То есть ты проснулся, и ты смотришь, о, очень много просмотров. Как так? Когда это случилось? В момент, когда первые два года я снимал с человеком. Мы вдвоем путешествовали, но не получалось ничего. Канал вообще не рос. То есть отметка в 30 тысяч, и все, мы вообще не растем. Потом канал стал расти, причем случайно, очень случайно. Человек от меня уходит, потому что у нас ничего не получается. Я не умею снимать один, я расстроен. Я уезжаю в Волгоград, в Россию, к друзьям. Мы закрываемся на неделю, мы отдыхаем. Я просто забываю про все. Начинаю потихоньку идти к той мысли, что с каналом придется попрощаться. Потому что я не знаю, как камеру держать одному в руках. Мы команда всегда снимаем, и нас смотрит наш дуэт, потому что мы выдаем эмоции. Даже если мы снимаем бред, мы выдаем эмоции. Это очень важно. И здесь я понимаю, что по ходу, по ходу финиш. В один день я просыпаюсь и начинает стрелять видео, рекомендоваться, которое уже два месяца на канале висит. Это Байконур, тот самый, где через степь мы шли. Это опасное видео. Оно выстреливает до миллиона. Я сижу, и у меня подписки вот так крутятся. Я прям вот собирал вещи, прощался с друзьями, и я смотрел на эти подписки. Я садился в Блаблакар, и я смотрел на эти подписки, такой, тысяча в день, две, серьезно. То есть есть шанс. Я приезжаю в Минск, я забываю про все, я собираю рюкзак и еду в Дагестан. Почему я выбрал в Дагестан? Почему я выбрал? Потому что звучит опасненько. И я такой, ну давайте, после Байконура я не поеду один там в степь погибать, потому что, ну если я останусь в степи один, то меня уже там никто не заберет. Все-таки у меня есть небольшие тормоза насчет того, или нет. Ну ладно, я так это назову, есть тормоза. Я решил поехать в Дагестан. Я возвращаюсь, и ролик смотрится на полмиллиона. Я такой, а, я один снял видео на полмиллиона, серьезно. Продолжение выкидываю, чуть поменьше. Потом дальше, один в. Вот рождается формат один в. И он начинает смотреться. Потом я в Среднюю Азию еду. И он продолжает смотреться. И меня узнают в разных городах. На трассе. Я где-то путешествую, останавливаются, сигналят. Вообще везде, в России, в Средней Азии, меня постоянно узнают. Я такой, блин, круто. Но узнают не то, что, о, блогер. А подходят и говорят, Влад, ты показываешь правильные вещи. И я начинаю чувствовать, что я полезен. И меня это еще больше мотивирует. Есть и обратная сторона, понятное дело. Потому что за всем этим стоит отсутствие жизни. Личной таковой вообще ничего нет. Кроме вот этой деятельности. Да, за это деньги идут. Это как работа и так далее. Но о жизни можно забыть вообще. Ты путешествуешь месяц, минимум. Приезжаешь домой, закрываешься в этой комнатушке. Сидишь там, сходишь с ума. Потом глаза протираешь от компьютера, который разваливается. Выходишь и продолжаешь путешествовать. Некоторые говорят, так ты совмещай. Если совмещать, то это сроки все горят. С Ютубом, по-твоему, подфартило? Или это было правильное ведение канала? То, что тогда выстрелило? Да. Непонятно почему. Я ничего не делал. Не выходили ролики. Ничего. Я просто уехал в себя. Ушел. А вот в это время ничего не было насчет Байконура в СМИ? То есть не было какого-то бума, который мог спровоцировать? Может быть, был, но я этого не видел. Суть в том, что я потом что-то погуглил, почитал, но я ничего не нашел. Может быть, я плохо искал. Возможно, откуда-то что-то. Потому что просто так, с пустой, не может такого быть. Но я до сих пор не знаю. Стрельнуло, и слава богу. Потому что если бы тогда не выстрелило, сейчас я не знаю, что бы произошло. Может быть, канала не было вообще, я бы сидел где-нибудь сейчас в офисе в Беларуси. Продавал бы окошки. Я, кстати, думал об этом когда-то. Ну, не суть. То, как сложилось, это тебя устраивает? Вполне. Вполне. Если бы не было вот этого года, вот этот год промежуток формата 1В, мне даже страшно, каким бы я человеком стал. Правда. Потому что этот год, он зарешал очень многое в моей жизни. Все, что я понял про людей, про себя, это все вот в один год. Он настолько насыщенный, что вот я сейчас поэтому и говорю, стоп. А вот какие твои самые основные вещи, которые ты понял про людей и про себя в частности? Во-первых, невозможного нет. Открывается все внутри. По поводу сил, того, что ты можешь. Это тяжело объяснить в плане, ты видишь мир вообще по-другому. В других красках. Ты можешь смотреть дальше. А насчет людей, это как есть люди, которые много читают. Их можно нарисовать, как они заполнены картинами. То есть книгами, как они заполнены. Меня можно так изобразить, я наполнен судьбами людей. То есть трудности, которые люди преодолевают, которые преодолели. Тяжелая жизнь, хорошая жизнь. Отношение к семье там, отношение к семье здесь. Эти контрасты и прочее. Понимаешь? Это тебя сделало собой вот таким, какой ты есть? Вот таким, какой ты есть. Я начал ценить семью. Очень сильно начал ценить семью. Потому что раньше это была обычная жизнь. Ну, есть семья. Нет. Все, вот как-то было все непонятно. Конструктор был как будто разбросан по комнате. А в моих путях он собирался. И по итогу есть общая картина. Самые классные три ролика на твой взгляд, которые вот тебе очень понравились, которые ты смонтировал, которые ты снял. И самые три просматриваемых ролика на ютубе твои. Ну, просматриваемые, я начну с конца, Байконур, космические корабли, Чернобыль, Чернобыль, да, отразился все-таки, и Азербайджан. Это, да, это два миллионника, ну и Чернобыль там что-то около 900, 800, не помню. Что-то около, приближается к миллиону. Лучшие по монтажу, вот по монтажу Чернобыль хорош, мне нравится. Но опять же, я его снимал там год назад, монтировал год назад, и я сейчас бы кучу всего поменял. То есть я смотрю, насколько это хорошая работа, хороший смысл режиссура, о боги. И я бы сейчас столько поменял, потому что постоянный рост, рост, рост. Понимаю, что там тот же Байконур, там 40 минут, а сути на 15 минут. Но тогда, когда я монтировал с человеком, даже помню, с которым мы снимали, я говорю, Влад, я не хочу вырезать вот, это скучно, но я не хочу это вырезать, потому что я хочу оставить это как память, материал может удалиться. Но вот это видео одно, хочу, чтобы мы в старости включили его, и целиком посмотрели вот эту картину. Это как больше для себя было, то, что он выстрелит на миллион, я не рассчитывал. И когда его люди смотрели, меня все время мучило. Блин, там же полчаса дороги, как мы едем кораблю и минута корабля. Им же, наверное, неинтересно. Да по итогу все нормально, все зашло. Последний твой ролик, который я смотрела, ты там буквально парой слов обмолвился про Азербайджан. И из-за этих пары фраз я читала огромную ветку комментариев. И там было такое, хватит хайпить на Азербайджане, ты хайпажор, хайпажор. Ты серьезно? А ты считаешь, что ты хайпишь? На Азербайджане, на всей этой теме, с которой ты срубил миллион. Мне все говорят, что ты дебил. Серьезно. Мне говорят, ты же мог из этого развить целую эпопею видео. Ты мог сделать на этом полмиллиона подписчиков. Ты мог прям бомбить дальше. Что я сделал? Я угомонил гормоны и сел на пятую точку спокойно. Хотя я мог сделать. И у меня внутри тогда вот такой бушевал. Вы ко мне пришли? Да, то есть у меня были и эмоции, и заряд, и силы, и возможности, и площадки, куда бы я это раскидывал. Все было, но я не стал этим заниматься. Хайпить. Еще в тот момент, летом, можно было записать тысячу видео. Можно было приехать к ним к границе снова. Можно было найти азербайджанца, взять интервью. Сотни идей. Но суть в том, что я понимал, разжигается же. Тупо разжигается война. Что бы я ни говорил, я выступаю как разжигатель. Один ролик, один ролик. Блин, такое тяжелое было время на самом деле. В том плане, что не все можно было говорить. То есть происходит бэкстейджа на миллион, а ты можешь сказать десяток, скажем так. И вот я в ролике так пару намеков дал. О том, что происходит. О том, какие они жесткие и дерзкие, сумасшедшие. Чуть-чуть объяснил. И все равно, в каждом ролике я говорил, что я за мир, и не важно кто-то. Я всегда это повторяю, и сейчас буду повторять. Потому что это моя позиция. И в конце я добавил, что все, эта тема закрыта. Ты когда сюда приехал после Азербайджана, какие у тебя были эмоции в сравнении? Именно в сравнении с тем, как тебя видели, каким тебя видели, и как тебя встречали там, и как тебя встречали тут. Огромнейший контраст. Как бы его так описать, чтобы никого не обидеть? Да шучу, как есть буду говорить. Когда мне задают этот вопрос, у меня перед глазами сразу их бешеные глаза. Они как волки. Именно там. Именно в Баку. Именно в Азербайджане в целом. То есть всех, кого я встречал до границы, нормальные люди. Причем даже на границе. Меня перевозил с Дагестана на Азербайджан таксист бесплатно. И он меня еще и покормил там. Он в Дагестане живет, и он занимается перевозками. Там пешим нельзя переходить границу. И он меня покормил. Он меня перевез. То есть нормально. Как только я туда попал, прям с заправки пошли мрази. Извиняюсь. Они обещали мне, что сейчас мы словим машину. Через 2 минуты мне говорят, уйди отсюда. Я думаю, ну ладно, может не выспался. Потом то же самое с водителем. Мы едем в город. Я говорю, мне нужно где-нибудь поспать, брат. У меня нет ни денег, ничего. Отвези меня в мечеть. Он такой, она на другом конце города, но я это сделаю. Он привозит меня под мост на другую часть города и говорит, выходи. Я говорю, а мечеть где? Он говорит, на противоположном конце. Сухо так. Я не понимаю. Они просто менялись в щелчок. И я думаю, да ладно, просто, наверное, такой человек. Совпадение. И так дальше, 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 дальше. И у меня уже начала крыша ехать. Я думаю, вы что, больные, что ли? Что происходит? Они что-то узнавали? Нет. Откуда, куда? Куда? Человек, который мой зритель, он меня давно смотрит, он меня в дом пустил. Он такой, брат, брат, уважаемый друг. Я с ним поднял тему издалека. Говорю, а вот если армянин? Он говорит, не важно, кто ты. Важно, какой ты человек. Хоть ты армянин? Не важно. Ты, в первую очередь, человек. Если ты хороший человек, ты друг. Когда он узнал, что я армянин, он сказал, чтоб ты сдох. Я такой, в смысле? Мы же с тобой говорили о том, чтоб ты сдох. То есть, получается, что люди, которые вообще не знали, чем ты занимаешься, кто ты по национальности, они заведомо как-то агрессивно к тебе относились? Да. За что? Я не знаю. Суть в том, что вот мои товарищи, у меня есть знакомые. Знакомые, которые ездили в Азербайджан, после моей поездки, они говорят, меня вот нормально встречали. Меня в дом приглашали. Я говорю, прям в городе? Говорит, да, прям в Баку. Пригласили в дом, я покушал. Ну, связано ли это с внешностью? Я не знаю. Серьезно? Он светлый человек такой, блондинчик. Может быть, у меня внешность спорная, поэтому они не рисковали. То есть, в деревне в Азербайджане, когда я был, они меня боялись. Но есть люди, которые едут, и они довольны. Они довольны этим. Я попал прям в гущу реальности. Я охочусь на реальность, охотился на реальную жизнь в путешествиях, да? Покажи мне, какой ты есть на самом деле, называется. И вот я встречал именно таких, какие есть на самом деле люди. Когда я подходил хлеба попросить, да? То есть, до этого во всех странах мне булочку, что-то горячее, там чаек, все дадут. А вот у меня на глазах один человек, второй, третий. Они стоят все. У него нормальная булка в руках. И он с мясом? Я такой, да, да что угодно, да, с мясом. Потом они понимают, что бесплатно. И он эту булочку откладывает и с нижней полки достает буханку хлеба, чуть-чуть отламывает и полугнилой помидор. Я еще сел тогда и на лавку, и прям меня взорвало. Я говорю, серьезно? Это гостеприимность, что ли, предкавказская, у-кавказская, да? И мне еще Азербайджанс в комментариях пишут, а что ты хотел? Что ты пришел? Да в смысле? Вы мусульманская страна или кто? Почему вы так принимаете людей? Вот такой вопрос. Я объехал мусульманские страны, меня на улице нигде не оставляли никогда. Если я подошел и попросил хлеба, мне, блин, завод пытались подарить. Вот грубо говоря, мне постоянно, я ни голодный, ни холодный не оставался. Здесь что происходит? И вот после такого отношения ты как-то насытился человеческими эмоциями, всей краской? Всех красок, да. Потому что я изначально после Дагестана, Чечни расслабился. Я привык, что люди с большой буквы, когда у них нет ничего, они идут к соседу и просят хлеб у соседа, чтобы накормить меня. Мне стыдно, но я в этой ситуации снимаю это все для того, чтобы показать зрителям, что в мире вот она, человечность настоящая. У меня стыд потихоньку уходит. Чем-то я могу им помочь, я помогаю в ответ. И так далее, и тому подобное. А туда я приезжаю, и я изначально расслабился, думаю, ну, типичная мусульманская страна, наверное, сейчас сниму пару добрых людей, и будет такой типичный, мотивирующий контент от магии. Я приезжаю, я не понимаю, про войну все говорят, у них глаза кровью наливаются. Я не знаю. В общем, ты вообще такого не ожидал. Вообще, ни того, что видео выстрелит, что эта ситуация что-то перевернет, ни того, что будет происходить там, ни на минуту не представлял. Ни на минуту. Я рассчитывал, что это будет типичная мусульманская страна, как Средняя Азия, там город, чуть-чуть деревень, добрые люди, и в конце я всех обнимаю и еду дальше. Бум. Бум, бум, бум. А здесь ты до сих пор ходишь по улице, они все такие узнают, и «О, Влад, иди к нам» или «Нет». Узнают, да. Все с такими же горящими глазами все хотят тебе помочь или уже это все прошло? Спрашивают, чем могу помочь. Этот вопрос, он не уходит никуда. Чем могу помочь? Этот вопрос... Сейчас. После Азербайджана я же поехал в Карабах. Я снимал видео там, и мне помогали люди в дороге обычно, да, в Средней Азии, но в Карабахе подходили все, кто меня видит. И чем могу помочь, брат? Я же это все снимаю. Когда ролик я опубликовал, азербайджанцы говорят, да ты актеров нанял. Таких добрых людей не бывает. Это актеры. Вот. Этот вопрос, чем могу помочь до сих пор? Глаза горят не так, потому что уже все прекрасно понимают, ситуация утихла. Если раньше ко мне подбегали и «Ну как там? Все нормально? Все хорошо? Сейчас так спокойно, умеренно? Вот то, как это должно быть? Потому что раньше я устал. Я уставал от того, что ко мне подходили азербайджанцы. А что, у тебя проблемы, Влад, да? А я и так хожу, с ума схожу в своих проблемах, постоянно думаю о семье, о том, о всем, о всем. И в день по 40-50 человек подходят и «У тебя проблемы, да? Как там родители?» А я такой «Блин, зачем вы мне об этом говорите?» А сейчас, когда ко мне подходят, так спокойно. «Ну, как дела, Влад? Все здоровы, живы?» Такой «Да, слава богу, слава богу. Есть какие-то проблемы?» «Да нет. Где живешь?» «Да вот здесь живу». «Ну и хорошо. Ну и вот так. Кофе-мофе, миа-цурч». Такой «Не, не, спасибо». Ну вот в таком духе. Ты знаешь эту фразу? Миа-цурч? Ну, да. Какие еще? Миа-джур. Гишб-ахм. Ну ладно, я потом как-нибудь, я учусь. Хорошо. Есть ли какие-нибудь советы всем тем людям, которые вот так же, как и ты, ищут себе всяких разных бурных эмоций здесь, в других странах, неважно? С чего начать? Как снимать? Как это все делать так, чтобы это было действительно интересно не только себе, но и зрителям? Если про съемку, я всегда говорю, вот я сейчас был в Украине, ко мне подошел после ансамбля один паренек такой небольшой, и говорит, я вот хочу интервью снимать, и как сделать так, чтобы оно зашло? Я говорю, ты не должен делать так, чтобы оно зашло. Ты должен в первую очередь это любить. У меня как? Я человек без терпения вообще. Я не могу сидеть долго на месте, в компьютерах, но когда я монтирую ролики, я могу сидеть 14-15 часов в сутки, пару часов поспать, проснуться и сидеть дальше. Для меня это сумасшествие. Мои родители удивляются. Как ты это можешь делать? Ты же не можешь на месте усидеть, у тебя все шило. Ты не можешь усидеть на месте. Вот, я про это. Если ты любишь по-настоящему дело, то у тебя найдутся силы, желание, у тебя будет работать левое полушарие креатива на все 100%. Если ты это делаешь с какой-то там маленькой целью, типа так, заработать денежку, так, вот здесь прославиться, можешь забить. Просто забить. То есть сейчас ты вообще не делаешь это с коммерческой точки зрения? Я не думаю о деньгах. Это очень важно. Это очень важно. Если ты начинаешь думать о деньгах, все, оно тебя сжирает. У меня был опыт, когда я продал первую рекламу и такой, ого, на этом еще можно заработать? Ничего себе. Так, вот я сейчас поеду сюда и сниму видео. Ага. Так, а какую рекламу продать? Все, креатив на ноль спадает. Это получается полная бредятина. То есть в первую очередь ты должен любить. У тебя должны быть силы и энергии этим заниматься. Ибо спустя время ты начнешь сдавать позиции и такой, а надо ли мне это? Деньги сразу могут не прийти, если для тебя это мотивация. А мотивация откуда-то должна была? Должна быть. Почему первые два года я держался? Против родителей, против друзей, против всех. Просто интерес? Потому что все были против. Ты занимаешься ерундой. У тебя нет работы, ни учебы, у тебя нет ничего. Ты занимаешься ерундой. Я говорю, да я вам докажу. Я вам докажу. Когда против даже самые близкие люди, это очень трудно. То есть это был просто юношеский максимализм, такие порывы. Всем доказать, что они неправы, и ты прав? Да, я оказался прав. И когда момент настал, когда мне дедушка пишет, я горжусь этой работой. Ого. Хотя дедушка вообще эту тему просто избегал, это была агония. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А потом, смотрите, это мой внук. Это мой внук. И я сижу, я знал, что это будет момент. Потому что если ты идешь и не останавливаешься, все получается. Вот когда все вокруг свои против, это я бы даже пожелал пройти это каждому человеку. Потому что бывает против какой-то сосед или еще кто-то. Но когда против все, вот в этот момент ты начинаешь понимать, насколько тебе важно то, чем ты занимаешься. Любишь ли ты это действительно в одиночку. Не с кем-то, в одиночку. Вот как. Поэтому я остался. Два года дырявых штанов, долгов и так далее. Получилось. Главное, не забывайте свои корни. И кем бы вы ни были, оставайтесь всегда человеком. С вами был Мага. Обнял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова